Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале XX века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Апт Александр Соломонович, доктор биологических наук, ведущий российский специалист в области экспериментальной иммуногенетики, заведует лабораторией иммуногенетики Центрального научно-исследовательского института туберкулеза РАМ. С 1998 по 2000 годы был членом комиссии ВОЗ по разработке новых противотуберкулезных вакцин. Александр Апт – член Американского общества микробиологов, член Экспертного совета Российского фонда фундаментальных исследований, член редакционного совета, издаваемого в Эдинбурге журнала «Туберкулозис». Автор более 70 статей в центральных, отечественных и зарубежных журналах. Профессор МГУ, преподает на кафедре иммунологии. Александр Апт в студии медицины «В контексте». Здравствуйте, Александр Соломонович. Добрый день. Рада вас приветствовать вновь в этой программе после долгого перерыва. Сейчас у нас середина августа 2020 года, год, который обязательно войдет в историю медицины, наверное, уже вошел. И сегодня, я уверена, не найти человек, не только врача, не только пациента, но и любого случайного прохожего, который за последние месяцы ни разу не произнес бы слов «Инфекция и иммунитет». Каким бы смыслом он ни наделял в любой отдельный человек эти слова, эти понятия. Вы сегодня будете рассказывать нам об инфекционном иммунитете. И у нас, дорогие зрители, есть возможность, во-первых, освежить наши базовые знания, потому что, опять же, как показал опыт последних месяцев, даже не все выпускники медицинских вузов в достаточной степени отложили в своем сознании курс иммунологии, который им в свое время пришлось прослушать. Ну, а кроме того, нам будут представлены новейшие сведения об инфекционном иммунитете, полученные на модели туберкулеза, в том числе и в лаборатории профессора Апта. Пожалуйста. Ну, я, прежде всего, хотел бы сказать, что я постараюсь рассказать об инфекциях и об иммунитете с точки зрения биолога, а не медика, поскольку я и есть биолог. Странно, но эти точки зрения очень сильно отличаются. Это важно. И поэтому я хочу представить несколько, конечно, какие-то базовые вещи я скажу, но я хочу представить проблему инфекционного иммунитета и вообще инфекций с точки зрения эволюционной биологии больше, чем с какой бы то ни было другой. Ну, для начала, надо сказать сразу, что мы имеем дело с эволюционно очень древней вещью, потому что инфекция – это действительно часто, как здесь написано, частный случай паразитизма. Значит, как только возникло живое, какая-то часть живого эволюционно решила, что очень хорошо жить за счет кого-нибудь другого живого. И возник паразитизм, по-видимому, вот на грани того, когда появилось первое биологическое разнообразие среди одноклеточных. Ну, классический пример. Есть бактерии одноклеточные, прокариоты, и у них есть совершенно прекрасно приспособленные паразиты фаги, которые есть вирусы, а относить их к живому или неживому – это вообще-то отчасти дело вкуса. Все-таки скорее живого. Все-таки это жизнь. Все-таки это жизнь, да. Привык я так. И здесь вот прямо на этом примере можно сказать, что это очень древний механизм паразитизма, что это очень выгодный биологический механизм, потому что действительно примерно половина видов живых существ – это паразиты. И все это очень и очень притерто одно к другому. Паразит хозяину, хозяин паразит. Важно отметить, что это общее такое, надо сказать, недоказанное до конца, но общее суждение, что паразитизм в принципе направлен всегда в сторону другого биологического взаимодействия – комменсализма. Начиная с острых взаимодействий в виде острых инфекций и очень тяжелых последствий для хозяина, постепенно эволюция приводит к тому, что паразиты уменьшают свою летальность для хозяев, и им якобы выгодно, эволюционно выгодно долго эксплуатировать, хозяев их не убивать. Но поскольку все это развивается во времени, то последствия, как всегда, совершенно разные. Ну, например, приведу такой пример. Когда сифилис был завезен в Европу из Нового Света, это была острая и чрезвычайно убивающая всех подряд болезнь. Теперь это далеко не так. Да я не беру лекарства. Вакцины, кстати, мы до сих пор не имеем. И наоборот, когда корь и туберкулез были занесены с конкистадорами в Новый Свет, треть населения, как минимум индейского, полегла именно от этого. Сейчас, разумеется, ни в Бразилии, ни в Колумбии, ни в Мексике такого туберкулеза и такой кори нет давно, а вообще-то, говоря, кори там и вовсе почти нет. Значит, поэтому отсюда, в общем, следует вывод, что когда мы боремся с инфекциями, мы боремся с ними с большой помощью от естественной эволюции, от естественного отбора. Мы притираемся. И, наконец, вот эта взаимозависимая эволюция, или чаще говорят, коэволюция, она действительно совершенствует механизмы нападения. То есть паразит совершенствуется, он учится, отбираются те мутации, которые помогают использовать, например, собственные продукты хозяина, собственные белки или сахара или жиры. А с другой стороны, совершенствуется и иммунный ответ, потому что иммунный ответ – это же тоже предмет эволюции, только в случае высших существ эта эволюция происходит не только на популяционном уровне, но и внутри одного организма. У нас постоянно совершенствуются клоны клеток, которые способны эффективно что-то распознать, на что-то ответить. И вот эта взаимопритирка, опять-таки, немножко снижает остроту ситуации. На этом слайде перечислены самые базовые понятия, которые характеризуют иммунологию, чем она занимается и что входит в интересы этой науки. Достаточно подробно это изложено в прекрасном учебнике покойного Александра Александровича Ярилина, который написал на русском первый учебник очень серьезный, который, в общем, мало уступает классическим учебникам типа Джейн Уэйевского, учебник американского. Значит, иммунная система – это система органов, тканей и молекул. И смысл ее работы в том, чтобы найти и обезвредить чужое. Все, что отмечено печатью чужеродной генетической информации, организм не любит и хочет от этого избавиться. Значит, на высокой стадии развития у высших многоклеточных, начиная примерно с костистых рыб, появляются все основные клетки иммунной системы. Значит, лейкоциты, что объединяет все виды фагоцитов, ну, макрофаги и нейтрофилы. Лимфоциты, это B-лимфоциты и T-лимфоциты, некоторые другие вспомогательные клетки. Значит, то, что индуцирует иммунный ответ, называется антигеном. Здесь расшифровано, откуда это пошло. И взаимодействие, лейкоциты взаимодействия с антигенами друг с другом и обмениваясь сигналами через растворимые молекулы, медиаторы, которые сигналят через рецепторы, осуществляют свою функцию, вот, так сказать, это самое базовое, что можно сказать об иммунитете вообще. Но, в принципе, любой иммунитет сводится в исторически, эволюционно, он сводится, в общем, к взаимодействию паразит-хозяин, потому что основой всего иммунного ответа, в общем, основа – это инфекция. Надо вспомнить, что у иммунной системы есть два базовых ростка, что ли, если можно так выразиться. Это врожденный иммунитет. Им обладают вот как раз вообще все живые существа. Абсолютно все живые существа. Собаки точно. Не только. Бактерии точно, растения. Ну, собственно, Криспорказ-9, да, который вот… Ну, так вот, это же пошло от бактерий и фагов, это оттуда. Но, правда, это приобретенно, это я забежала вперед, неважно. Но, к слову, о бактериях. Вот, значит, врожденный иммунитет очень древний. Собственно говоря, макрофаг и амеба – это, в общем, похожие образования, только один, так сказать, находится в составе большего тела, а амеба живет сама по себе. Но она прекрасно фагоцитирует и, в общем, довольно многое умеет. Значит, реакция врожденного иммунитета не специфична. Все чужеродное вызывает реакцию. И, в общем, почти все равно, что это было. Ответ универсальный. Сначала надо съесть. Значит, эти реакции очень быстры. Если вы возьмете, ну, такой простейший пример, нагноившуюся ранку, любую на коже, то это как раз тот самый врожденный иммунитет. И первыми придут нейтрофила, вторыми макрофаги, и произойдет это очень-очень быстро. Значит, в нем есть звенья клеточные. Клеточные – это как раз то, что обеспечивает фагоцитоз и некоторые другие реакции. И есть гуморальные звенья. Это, например, природные антитела, которые предсуществуют до всяких воздействий. Это система комплиментов. Это пептиды, защищающие организм хозяина. Ну, в частности, дефенсина, о которых многие слышали хотя бы. Но есть большой-большой недостаток. Там нет иммунологической памяти. То есть нет возможности на повторный стимул такой же природы ответить усиленно и быстрее. Чего нет, того нет. Приобретенный иммунитет, он антиген-специфичен. То есть реакция на конкретный антиген совершенно не сопровождается, или почти не сопровождается реакцией на другие антигены. Там есть, конечно же, общие механизмы воспаления, которые взаимозависимы. Но, в принципе, там высокая специфичность. Значит, он наступает не сразу. Сначала хозяин должен обучиться тому, с чем он столкнулся хоть немножко. И только потом дать некоторый ответ. Он тоже имеет клеточное гуморальное звенье. И здесь, собственно, даже и говорить нечего. Потому что это уж как раз все знают, что есть лимфоциты, есть антитела. И он связан с выработкой иммунологической памяти. То есть, как я уже сказал, способностью сильнее ответить на вторичный стимул по сравнению с первичным. И, в общем, он появляется в эволюции гораздо позднее. И в полной мере, в общем, это только начиная с костистых рыб. Потому что даже у акул и осетровых, хрящевых рыб, там не совсем все в порядке. У них еще не все, у них еще есть. Ну и, наконец, как распознаются антигены лимфоцитами. Потому что это основа основ приобретенного иммунитета. А о приобретенном говорят больше. Ну, потому что все-таки мы явно высшие животные. Наш домашний питомец тоже высшие животные. И он как-то всем интереснее. Хотя, с точки зрения эволюции, лягушка ничуть не хуже. Прямо скажем. Значит, Б-лимфоциты распознают поверхностные структуры целого антигена. То есть, некая молекула. Иногда осколка молекула. Иногда целая молекула. И распознают они с помощью поверхностных рецепторов. И эти рецепторы – это антитела. Только антитела, не плавающие в плазме крови. А антитела, связанные с поверхностью Б-лимфоцитов. И потом, распознав и проведя сигнал на то, что распознавание произошло, Б-клетки через ряд делений превращаются в плазматические клетки, Которые являются просто продуцентами антител. Причем антител точно таких же, какие были на поверхности их предшественника, Который распознал антиген. Они совершенно идентичны, только они растворимы. С Т-лимфоцитами, ну, они вообще довольно хитро устроены. Но они распознают совсем не так. Антиген, попадая в клетку, в которую он может попасть, Фагоцит в частности, Ну и в Б-клетку, только-то по другому механизму, Через овцы рецепторы. Антигены биохимическими путями Нарезаются внутри клеток хозяина. То есть из них, из белков образуются пептиды, Липиды расщепляются несколько не так, Но из них тоже образуются достаточно короткие фрагменты. И вот для того, чтобы такие фрагменты распознал Т-лимфоцит, Нужно, чтобы фрагмент антигена соединился с так называемыми молекулами, Презентирующими или представляющими антиген. Соединение происходит внутри клетки. Затем вот этот комплекс куска антигена И антиген, представляющий антиген, презентирующий молекулы, Транспортируется на поверхность клетки, В которой происходили эти пертурбации. И когда это оказывается на поверхности фагоцита или Б-клетки, Там его могут распознать. Вот именно этот комплекс распознает рецепторы Т-клетки. Это довольно комплексная история. Это сложнее гораздо. Это гораздо сложнее, несмотря на то, что эволюционно это возникло несколько раньше. Вообще Б-клетки, по-видимому, сами... Но это цена специфичности. Да, я правильно понимаю? Ну, антицелла тоже специфичны. Вот. Они возникли даже немножечко позже, чем Т-клетки. В этом есть эволюционный резон, поскольку вот чего не могут делать Б-клетки полноценно, это делать антитела совсем без помощи Т-клеткам. Поэтому тут все в порядке. Сначала возникли Т-клетки, потом появились Б-клетки. Но это вот такая основа любого иммунитета, но в частности и инфекционного, конечно. И, наконец, поскольку об этом очень много спрашивают, а что такое иммунологическая память, и все это связано напрямую с вакцинацией, простейший пример. Я даже забыл, из какой книги я ее взял, из какого обзора, но это не имеет значения. Значит, первичный ответ, условно говоря, наступает через 10, 12, 15 дней и достигает состояния единицы. А если такой же антиген через какое-то время попадает в хозяина еще раз, то нету лакфазы, когда нужно... Там не 10-15 дней, там 4 дня, скажем, 5 дней. И он значительно сильнее. Но при этом, чтобы подчеркнуть специфичность, здесь показано, что если одновременно с вторичным ответом на антиген будет развиваться другой ответ на антиген B, он пойдет по первичному пути. Те же 20 дней. Те же, это все, так сказать, это высокоспецифичная вещь. Зато клетки памяти, не все, но некоторые, живут, по-видимому, иногда, время их жизни сравнимо с временем жизни всего организма, и поэтому некоторые инфекции, например, против них можно получить пожизненную защиту. Что и делается. Что и делается и естественным путем, переболел и больше не болеешь, ну и искусственным, если вакцина настолько хороша, что вот так защищает и такую память образует. К сожалению, это абсолютно не гарантировано. Я в первом слайде написал, что никто не гарантирует, что у паразита и хозяина будет долгая, счастливая совместная жизнь, и они притрутся друг к другу, так сказать, по полной программе. Но такая вещь возможна. Теперь еще немножко о общей иммунологии, и именно о том, о чем сейчас очень много говорили. Да, в связи с, понятно, с чем, с COVID-19. То есть самое страшное, что может быть в этой болезни, как я понимаю. По-видимому, да. То есть механизм патогенеза и то, что хозяина либо убивает, либо приводит к неприятным последствиям, в частности респираторным, это не то, что вирус токсичен. Вирус-то не токсичен. Он, конечно, заражает клетки хозяина, они лопаются, ничего хорошего в этом нет. Но все бы ничего, потому что заразить такой орган, как легкая человека, это нужно очень постараться. Легкая замечательно имеет компенсаторные механизмы. В нашем институте, в частности, 10 лет прожила одна дама, после того, как ей отрезали одну долю единственного легкого. Первое у нее было уже давно удалено. Она прожила 10 лет, правда, на кислороде. Но легкая замечательно компенсирует. Оно очень плохо регенерирует. Но оно замечательно избыточно по объему и по функциям. А вот что совсем плохо, это то, что организм хозяина начинает отвечать на возбудителя неконтролируемым образом. И это очень частое явление, поскольку далеко не только коронавирус может вызвать реакцию избыточную. В частности, для легкого, тот же туберкулез, замечательный пример того, как патология легких развивается ровно потому, что хозяин не может остановить ненужный иммунный ответ. Казалось бы, чего проще, начни и остановись, когда уже не надо. Но не получается, система идет в разнос, а остановить ее искусственно, то есть врачевание, говоря старинными словами, мы не умеем, потому что мы не знаем очень много. То есть это каскад такой несется и все. Да, это каскад несется, который... Конечно, там есть сдерживающие силы, разумеется, как всегда, но их оказывается очень часто недостаточно. Есть, собственно говоря, примеры и не только легких, и других органов. Ну, скажем, патогенез гепатита, безусловно, включает избыточную реакцию, иммунную реакцию в печени. Это не вызывает тоже сомнений. То есть везде, где образуются очаги воспаления, переходящие в некроз, а потом в фиброз, это, скорее всего, следствие вот такой цитокиновой бури. Иногда это абсолютно необходимо. То есть все количественно. Фиброз нужен? Да, конечно, нужен. Как это ограничить гранулем эту веркулезную? Надо? Надо. Значит, фиброз хороший механизм. Но если у вас диффузная пневмония, это разлитой пневмонии или миллиардного туберкулеза, огромная поверхность легких начнет образовывать вокруг каждого очага фиброз, то сразу возникает вопрос, о чем дышать будем, естественно. И поэтому, чтобы понять хоть чуть-чуть, как это все сложно, это очень простой слайд, который изображает, как взаимодействуют. Вы здесь видите... Интерликины. Здесь вы видите все, в общем, более-менее клетки, которые входят в иммунную систему, бы клетки, макрофаги, нейтрофилы, бозофилы, азенофилы, тучные клетки. И это клетки в центре, как им и положено, поскольку они регуляторы такие существенные. И это очень такой примитивный, всего там на 20-30 молекул, слайдик, иллюстрирующий, кто что делает и на что оно потом влияет. И вот представьте себе, что вам надо... Вы решили, что... Это то, что мы знаем. Нет, это далеко не все. Это очень упрощенный слайд. Мы знаем больше. И даже гораздо больше этому слайду. 15 лет минимум, я думаю. Но, тем не менее, попробуйте обрезать любую из этих стрелок и достичь того результата, какого вы хотите, а не такого, который выдумает вот эта вот система взаимодействия. Она много чего может выдумать. И такие вещи неоднократно встречались даже на практике. Например, когда был впервые всерьез охарактеризован интерферон гамма, то есть иммунный интерферон, интерферон второго типа, все считали, что мы сейчас начнем им... Он же активирует Т-клетки замечательно. А Т-клетки активируют по петле обратной связи, активируют макрофаги. То есть Т-клетки делают интерферон, активируются макрофаги. Макрофаги активирующие лучше презентируют антиген, активируются Т-клетки. А Т-клетки иммунные – это то самое, что нам нужно. И думали, что раз в опухоли инфильтрируют Т-клетки, это уже было тогда известно, ТИЛы так называемые, Т-инфильтройтинг лимфосайз, то надо вот их заактивировать гамма-интерфероном, и все у нас будет замечательно, и мы поднимем противоопухолевый иммунитет. И попробовали лечить, это реальные случаи, даже какие-то единичные, даже увенчались успехом некоторым. Попробовали лечить гамма-интерфероном. Оказалось, что вводя извне гамма-интерферон, во-первых, его нужно влить столько, что это, скорее всего, больного убьют. Это очень токсичная молекула, и все, что спасает нас от нее, это то, что она работает короткодистантно между клеткой и клеткой, на очень маленьких расстояниях и на очень близко от стоящих клеток. А если его лить системно, то все пойдет в разнос. Поэтому цитокиновая терапия оказалась, в общем, пока довольно тупиковым направлением, потому что мы должны использовать такие концентрации, такие количества, если мы это делаем системно, какие не выдерживает человек. Антицитокиновая терапия, например, блокирование антицилами, это совсем другое дело. Это оказалось куда более успешным направлением, ну и как знают наши медицинские аудитории, огромное количество сейчас лекарств на основе моноклональных антител против самых разных факторов, и здесь, конечно, и онкология среди на первом месте, ревматоидный артрит, разумеется, да многое другое. Но опять же классический подводный камень. Ревматоидный артрит прекрасно лечится антителами ТНФ-альфа. Это такой классический пример. Но ТНФ-альфа абсолютно необходим для того, чтобы очаги туберкулеза оставались целостными и держались, они распадались и не вызывали диссеминацию микобактерий по всему легкому. Так вот, оказалось, что когда мы системно вводим анти-ТНФ, антитела, если среди наших пациентов есть зараженные микобактериями, а считается, что это четверть земного ушей разрушено, то немедленно возникли, это на практике все подтвердилось, возникли вспышки туберкулеза внутри больничных, февматоидных клиников. Сейчас это преодолели во многом, поскольку перестали вводить системно, стали вводить в сустав антитела, не затрагивая те же самые легкие и так далее. Ну, то есть, подводные камни, почему это шторм? Да потому что они все переплетены, эти цитокины. Один заблокировал, другой попер. Хорошо, плохо. Именно поэтому я вот категорически противник выражения повысить иммунитет. Да, активировать. Какой иммунитет? Что вы хотите получить на выходе? Вам достаточно будет хорошо, если вы с помощью TGF-бета и интерфекина-10 заблокируете, скажем, избыток ТНФ, и у вас после этого у больного начнут распадаться туберкулезные очаги? Я не уверен. Или, опять же, пример уже приведен с гамма-интерфероном, просто токсичен. И так далее, и так далее. То есть, цитокиновый шторм – вещь природная, а природа делает очень много ошибок. Ей же ведь все равно, как поведет себя данный организм. Природа работает не на уровне индивидуума, а на уровне популяции. Абсолютно точно. Работает на уровне популяции. Собственно говоря, мало интересуется судьбой отдельно взятого организма. В чем, собственно, взгляд биолога? Очень сильно отличается от взгляда медика. Это никого не обижает, это просто действительно разным занимаются. Медику надо лечить и спасать конкретный организм. Популяцию. Оно, конечно, замечательно, если удается. Но прежде всего, что-то конкретное. Поэтому просто, опять-таки, это настолько сложно, что мы не знаем, как в это вмешиваться. И наши достижения отдельные… Извините, Саша, а вот побочный вопрос, раз уж мы затронули тему иммуностимуляции. Может быть, есть надежда, что предлагаемые препараты просто ничего не делают? Иммуномодуляторы, иммуностимуляторы. Их сейчас море везде. Значит, к счастью, с моей точки зрения, большинство из них действительно ничего и не делают. Не дай бог, если бы они были все еще… Значит, это декларация просто не вполне корректная, а сами препараты, бог с ним. Препараты, ну, во-первых, это очень большие деньги, и это очень большое вымывание ресурсов. Это этические вопросы. Нет, не только. Это вымывание ресурсов, которые могли бы идти на что-то полезное. Полезное в вашей медицине, да. Это фундаментальная наука, прикладная медицина. Слава богу, есть такие реальные вещи, как достижение, скажем, хирургии, новой антибиотики, какие лекарства появились от диабета, от ишемии, от чего угодно. Это же крайне важно. А если все это идет на якобы стимуляторы иммунитета, так не хватает. Это понятно. То есть это этикоэкономическая, я бы сказал, проблема. По счастью, вмешаться в такую систему эффективно… Должно быть сложно. Это не так просто. Обходных путей, как вы видите, хватает сколько угодно. И дальше мне бы хотелось бы сказать, что такое цитокиновый шторм с точки зрения патофизиологии. К чему он приводит? Он приводит к воспалению. А воспаление – это вообще… Я, пожалуй, не знаю ни одного исключения, когда любое вторжение… Какое бы то ни было вторжение чужой генетики, чужого генетического материала, когда не возникает воспаление. Всегда оно возникает. И оно устроено очень интересным. Первичное воспаление после контакта с чужим – это абсолютно необходимая вещь. Потому что надо как-то запустить процесс. А процесс запускается тем, что начинаются вырабатываются факторы воспаления, те же самые интерлейкины и другие медиаторы. И если бы антивоспалительные реакции преобладали в организме, то никак нельзя было бы запустить воспаление, а оно первичное нужно. Поэтому эти весы всегда изначально несколько склоняются в сторону воспаления. Потом оказывается, что воспаление нужно регулировать, потому что оно начинает себя плохо вести и захватывать больше, чем ему положено. А вот здесь у нас, к сожалению, внутри организма очень немного механизмов. Но я написал здесь только основные противовоспалительные цитокины. На самом деле, конечно, механизм гораздо больше. Есть регуляторные клетки, Т-клетки регуляторные, Б-клетки регуляторные, которые не только через цитокины, но и в контакте останавливают воспаление. Но здесь надо всегда иметь в виду, что сделать воспаление организму проще, чем подавить воспаление. И вот это вот всегдашняя... То есть это, что называется, по дефолту. Если мы справляемся с воспалением, то мы только этим воспалением и мы обязаны, что мы справились с какой-то инфекцией, но если мы с ним не справляемся, то, не дай бог, тогда возникает тяжелое заболевание, которое может к смерти привести. И вот это следствие вот этого самого цитокинового шторма, о котором мы только что говорили. Но, тем не менее, кое-что удается сделать. И я хотел бы привести примеры просто из собственных работ, вот из работ моей лаборатории, что мы пытаемся же все время, все пытаются что-нибудь регулировать. Поэтому кое-что мы сделали. Значит, мы лет 15 назад примерно начали, а потом исследовали, какие гены мыши начинают экспрессироваться на высоком и низком уровне, после того, как мы заразили туберкулез. И при этом сравнивать мышей чувствительных генетически и более резистентных. Совсем резистентных нет, но они довольно сильно отличаются. И нашли, что вот один из факторов, я не буду приводить само картирование, потому что это ни к чему в передаче, что никому тогда почти неизвестный, известный только при иммунных реакциях в плаценте, при беременности и при цветом же ревматоидном артрите, воспалении коленных суставов, есть такой фактор, интерлекин-11. На тот момент по нему ПАБМЕД выдавал, по-моему, 8 работ или 10 работ, что-то в этом роде. Мы увидели, что ген для интерлекина-11 прыгает немедленно при туберкулезе в легких по его экспрессии именно у чувствительных к туберкулезу мышей. Ну, естественно, заинтересовались и решили, что раз это такой... Потом мы его померили, конечно, и на белковом уровне. И оказалось, что да, действительно, если в иммуноферментном методе определить, сколько интерлекиногенств в легких, окажется, что у зараженных мышей его существенно больше, чем у незараженных, и у чувствительных мышей его существенно больше, чем у резистентных. Ну, и начали пытаться что-то с ним сделать. И первым делом мы сделали антитела. Тогда коммерческих антител к интерлекинам-11 не было. Теперь, пожалуйста. Причем не только мыши, но и человек есть. Тогда не было. И мы сделали классическую иммунизацию кроликов мышинам, интерлекинам-11, которые можно было купить. Вот сам интерлекин-11 был, а антител к нему не было. Вот мы кололи кроликов, получили антитела, и начали эти антитела вводить мышам. И выяснилось, что если мы вводим... Значит, это количество микобактерий, то есть возбудителя в легких мышей резистентной линии и чувствительной линии. Как видите, примерно полтора порядка разницы. Это как выглядит воспаление. Чувствительная линия, видите, очаги, очаги, очаги. И резистентная линия, где очагов нет. Есть небольшая пневмонийка. И мы взяли наши антитела кроличьи, которые мы сделали, и начали вводить контрольные антитела, которые не против интерлекина-11, а, по-моему, против какого-то вируса, я уже забыл, какого, чуть ли не табачной мозаики. И антитела контролекина-11. Мышам. Много раз, внутри брюшинно. А потом начали мерить. Сначала оказалось, что этого хватает, чтобы снизить количество микобактерий. Не скажу сильно, но втрое. Затем это снижает площадь воспаления воспаленной легочной ткани. А затем мы померили, какие же цитокины регулируются при тайком введении антител. И оказалась замечательная вполне вещь, что интерлекин-11 регулирует не только, понятно, антитела ввели, его стало меньше, это все по закону, но и другие противовоспалительные цитокины, интерлекин-6, ТНФ, МИП-2, это все факторы воспаления. Они тоже падают по какому-то вторичному механизму. При этом иммунный интерферон и его возбудитель интерлекин-12 не регулируются. И тогда что мы показали? Мы померили у мышей, которым вводили антитела, и в контрольных мышах, а как экспрессируется ген для интерлекина-11 после того, как ввели антитела. То есть подействовали белком, а померили МРНК данного гена. И оказалось, что введение антител замечательным образом сказывается на экспрессии гена. Ну и контрольным опытом, причем тут специфически, не специфически нет регуляции. И потом в контрольном опыте подтвердили, мы взяли наоборот рекомбинантный интерлекин-11 и ввели в культуру клеток его. И когда его ввели достаточно, оказалось, что МРНК растет для данного гена. То есть это вот такая аутокринная регуляция, регуляция петля обратной связи, для фактора, для которого, в общем, ничего тогда не было известно. Другой подход, который тоже был направлен на то, чтобы срегулировать каким-то образом воспаление, это было связано с нашей очень давней, долгой работой. Мы еще, опять-таки, лет 15 назад, и в данном случае первыми, показали, что нейтрофилы при туберкулезе это типичная биологическая ошибка. Они лезут первыми вместо инфекции в легкие, они абсолютно не умеют убивать микобактерии, почти. При этом, как вы понимаете, внутриклеточная бактерия лезет в нейтрофил, остается в нем живой, а тот, кто мог бы ее убить, макрофаг, он-то умеет. Оказывается, ни при чем, потому что она уже внутренняя нейтрофила. Она уже нейтрофила. Да. Вот такой парадокс. Эта работа очень получила хорошее цитирование, ее цитируют около 500 источников. Это вообще открытие такое. Ну, 500 ссылок в PubMed мне достаточно. Мы продолжаем этим, кстати, заниматься. И вот как это немножко выглядит, вот эта вот работа как раз в Infection Demiunties 15 лет назад. Вот как это выглядит в эксперименте. Вот нейтрофилы, это в данном случае перитониальная полость, их огромное количество у чувствительных мышей, и они нафаршированы, вот эта красная, это крашеная микобактерия. А у резистентных мышей вот только в одном нейтрофиле, и нейтрофилов совершенно не такая густота гораздо меньше. Это вот-вот количественный обсчет, что действительно их и больше в чувствительных мышах приблизительно в три раза. они поглощают в разы больше микобактерий, и на каждый нейтрофил в разы больше микобактерий приходится. Это были подтверждающие факторы, что здесь что-то не так. И вот когда мы посмотрели на срезы легкого и окрасили специфически на нейтрофилы антителами иммунгистхимия, оказалось, что нейтрофилы в чувствительных мышах уже через полтора месяца после заинфицирования, а туберкулеза это немного, потому что это хроническая инфекция, образуют вот такие вот чудовищные некротические очаги, которые потом, естественно, превратятся в дырку. В общем, это будет... Мыши не могут образовать каверну, для этого им не хватает просто срока жизни. Вот, но вот... И эти вот некротические очаги, это тоже окраска, только уже теперь не на нейтрофилы, они теперь синенькие. Их не красили антителами, просто ядрами. Они окружены, окрашены вот этой коричневой тканью, в которой высокий уровень гипоксии, там просто не хватает кислорода. Естественно, при отсутствии кислорода кусок легкого выпадает, и здесь начинают погибать клетки. Ну, такой механизм, связанный с нейтрофилом. И тогда мы, естественно, старый проверенный способ. Давайте попробуем антителами выбить нейтрофил. Вот, такие антитела, к счастью, есть. Вот они называются 1А8, и они хорошо работают. И когда мы вводим антитела, оказывается, что и в легких, и в селезенке падает количество нейтрофил. Построим с контролем. мыши дольше живут, попросту. Меньше теряют вес. И на гистологии это выглядит так. Вот эта окраска контрольных мышей, и вы видите вот этот жуткий очаг, опять же, окрашенный на нейтрофилы. А вот кому ввели антитела. Совсем другая картинка. Она не идеальна. Здесь тоже и нейтрофила есть, и все, но она сильно лучше. А это вот просто гистология. Это серийный срез. Этот же срез, только окрашенный гематоксилиноазином. Вы видите, что дышать вот этим совершенно невозможно. Дышать надо только вот этим. А здесь, в общем, все. Можно. Более-менее. Вот. Значит, и теперь от этих конкретных примеров, что мы все-таки кое-что умеем регулировать, только вот скажу сразу, меня задают этот вопрос, а почему это в клинике не применяют? А потому что с воспалением надо бороться тогда, когда надо, а не тогда, когда вот больной поступил в палату. Он может оказаться на такой фазе воспаления, когда снимать его слишком рано. Он может поступить на такой стадии, когда, дай бог, чтобы это воспаление хоть как-то ограничивало диссеминацию по всему органу бактерий. Наконец, он может поступить, и это частый случай, когда это просто невозможно уже сделать, уже поздно, уже только на операционный стол. Поэтому, в общем, в клинике это довольно трудно. В эксперименте, когда ты можешь рассчитать точно, сколько дней вводить, проверить. Ну да, контрольные группы. Контрольные группы, много разных, тут можно. В клинике куда сложнее, но, в общем, это просто доказательство того, что мы, в принципе, умеем такие вещи делать, только мы очень плохо знаем, как ни странно, казалось бы, самую простую динамику заболевания. До какого? Вот нам нужно, чтобы образовалось воспаление, иначе возбудитель разольется по всему органу. Воспаление его как-то окучивает, сдерживает. Сколько дней нужно, чтобы это продолжалось? Когда воспаление перейдет за грань? Грань. Очень трудный вопрос для клинициста, действительно. Вот. А теперь я бы хотел отвлечься от конкретики и чуть-чуть напоследок поговорить о делах общих, которые, собственно говоря, мне кажутся важнее, чем частности. Значит, это то, что не учитывают практической деятельности довольно часто. Значит, об одном мы уже сказали, это, как видите, вынесено в заголовок прямо так, что только популяция интересует эволюцию. Очень часто недооценивают скорость эволюции, причем самые разные эволюции. Ну, классический пример – это, что как так 2% генов отличают хомо сапиенс от шимпанзе, 2% и почти все приходится на работу головного мозга. Как это могло быть? Как это с такой скоростью? Мы же так недавно разошлись, ну, эволюционно недавно, потому что там какие-то миллионы лет 10-15. Фигня. Вот. Но на самом деле эволюция иногда очень быстро работает. И у прокариота это вообще фантастика, ну, вирус гриппа, по-моему, всем доказал. Год от года, да. С какой скоростью у него происходит эволюция. Но и у высших эволюция бывает очень и очень быстро. Потому что, значит, есть горячие точки рекомбинации в геноме. Частота мутации более-менее постоянна для, ну, более-менее в пределах полутора порядков. От 10, скажем, 5 на 10 минус 6 до 5 на 10 в минус 7 на геннагомету. Приблизительно так. И это довольно постоянная величина. Но есть рекомбинация, и у нее есть горячие точки. То есть там, где рекомбинация, кроссинговая, происходит очень часто. И в некоторых случаях, скажем, у человека, у мыши, в некоторых таких точках частота рекомбинации 5 на 10 в четвертый, на весь в минус 4. Это очень много. То есть это каждый трехсотый потомок рекомбинат по иммунологически важной точке. Это MHC, это главный локус, комплекс гистосовместимости. И там с такой вот частотой происходит рекомбинация. Я не могу сейчас обсуждать здесь последствия этого, хотя я этим занимаюсь постоянно. Последствия катастрофические. То есть можно одной рекомбинацией выключить вообще способность хозяина, более-менее прилично ответить на инфекцию. У меня это туберкулез, но это касается совершенно кучи инфекций. И отбор безразличен. Врач абсолютно справедливо смотрит на больного, как на свой главный объект и цель. Он должен с ним заниматься. Отбору это совершенно все равно. Паразит или хозяин выиграет, эволюция безразлична. Поэтому отбор поддерживает только генетическое разнообразие. Ему важно, чтобы в данной популяции был запас фенотипов, которые на больших цифрах позволят размножаться, захватывать новые ниши, выживать. Если не выдержал хозяин, другой найдется. Это важно помнить, потому что инфекционная иммунология это не наука только о борьбе с болезнями. Это еще ведь и наука об естественном отборе, потому что мощнее фактора, чем паразитизм, ну почти не придумаешь. Можно, конечно, какие-то еще примеры. И здесь просто такие тезисы заключительные. Мы имеем успехи. Вот я их перечислил. Кстати, гигиена, наверное, это самый главный успех, который человечество привнесло в свою жизнь. И специфическая медицинская, хирургия и бытовая. Вакцины, антибиотики. Пример успешных вакцин бесчисленный, их очень много. То есть не бесчисленные, к сожалению. Были бы бесчисленные. Но есть. Антибиотики и фундаментальные знания нужны. Вот это, я немножко это проиллюстрировал. Но мы не избавлены от того, что будут появляться новые возбудители, новые штаммы. Будут мигрировать популяции. Причем и мы, грешные, будем мигрировать, и возбудители будут мигрировать. И это все будет постоянно сопровождать нашу совместную эволюцию. Вот мне, в общем, повезло в какой-то степи, что я занимаюсь болезнью, возраст которой равен возрасту человечества. Вместе из Африки вышли микобактерии и человек. Поэтому у меня есть много таких хороших примеров. Ну и, наконец, чем я хотел бы закончить, это взгляд на инфекцию, каким он бывает у врачей, биологов, эволюционистов. Все они разные. Значит, это самый распространенный. Патогенез – это закрепленная цепь событий, которая начинается от заражения, идет по пути размножения микроба, индукции иммунного ответа. Сначала природного, потом приобретенного. Потом возникают очаги, разрушаются. Дальше разрушаются эти очаги, иммунный ответ работает. Дальше либо выздоровление, либо смерть. Это такой нормальный клинический взгляд на эту проблему. Значит, более биологический взгляд – это вот что. Патогенез – это серия проходящих бутылочных горлышек, которые отбирают все более и более эффективный патоген. Значит, допустим, 9 десяток популяции патогена уничтожается, но мутанты проходят первое бутылочное горлышко, попадают еще куда-то в другую ткань. И получается, что мы постоянно селектируем внутри себя все более и более эффективные патогены. Но и это еще, так сказать, сравнительно безобидная вещь, потому что геномы-то эволюционируют. Это же ведь эволюционирует постоянно по пути приспособляемости того, что называется фитнес-биология. И поэтому, если перевести это все на такие более практические соображения, то какие мы ошибки делаем, когда изучаем инфекцию? Значит, мы, во-первых, меряем равнодействующую из кучи разных реакций. О реакциях мы уже поговорили. Мы видим симптомы, например, мы видим результаты, а там огромное количество механизмов, про которые мы часто и не знаем ничего. Мы принимаем допущение часто, что любой хозяин отвечает сходно на патоген. Это далеко не так, конечно. Сходные события происходят в разных пораженных органах. Ничего подобного. Опять-таки, туберкулез легких и туберкулез кости или глаза это совершенно два разных, разные понятия. Мы не принимаем во внимание стахастику. Шум есть всегда, генетический шум и шум биохимический. И мы считаем, что выздоровление и смерть – это, скорее всего, количество, а не качественное различие. А это, опять-таки, далеко не так. Это по-разному бывает. Если это второй взгляд, это теория бутылочных горлышек с постепенной селекцией, это выглядит пострашнее, чем первый сценарий, безусловно. Поскольку наиболее приспособленная часть популяции возбудителя преодолевает барьеры, создаваемые хозяином. Значит, селекция мутаций, смена нежи обитания, изменение поверхностных антигенов – тут вариаций возбудителя колоссальное количество. И как бы нам не хотелось, чтобы патогенез воспринимался как абсолютно стройная такая вот картинка, с которой мы имеем возможность медицински работать, компонента стахастики будет присутствовать всегда. Ну и, наконец, если это результат битвы двух геномов, где уже начинается биологический взгляд на инфекцию, а не чисто медицинский. Значит, понятно упрощение, которое мы допускали в предыдущих двух гипотезах, и понятно, как это влияет на наши выводы. Мы можем, хотя это безумно дорого, в эксперименте использовать генетически однородных хозяев, генетически однородных возбудителей, и потом менять генетические характеристики и возбудителя, и хозяина, и накладывать сетку на сетку. Любой биолог скажет вам, что если к одному опыту нужно поставить четыре контроля, то к опыту сетка на сетку, сколько их надо поставить, я даже не беру сейчас сказать, но много. И это все, конечно, и деньги, и время, и прочее. И плюс у нас еще есть, к сожалению, микробиота, и все с ней, все это не к сожалению, к счастью. Не к сожалению, к счастью. К счастью, конечно, да. А про это мы знаем уже совсем мало. А ведь это тоже геномы, да причем еще геномы, которые по горизонтали обмениваются генетическим материалом. Там иногда даже о виде, так сказать, невозможно такой интенсивный обмен геном. В этом приближении только ученые. Да, это только, ну что, полтора десятка лет, это очень мало, ну два десятка лет, это очень мало. И когда, вот, я, кстати, еще забыл добавить сюда, но я это скажу устно, еще есть проблема биопленок, а микробиоты кижечника или, скажем, половой системы, или может быть даже и легких, это очень близко что-то к биопленкам. Что-то мне это напоминает. Вот, там много видов. Они соседствуют, сосуществуют, вне клеточные компоненты, как-то их объединяют. В общем, эта наука страшно трудна, и легкой жизни, как я здесь написал, не будет. Вот, но, так сказать, что имеем. Стремиться противостоять этому нужно. Да, приходится. Да даже и успехи есть. Спасибо большое. По скриптуму я бы хотела вернуться, есть у нас такая рубрика, вернуться в начало, где вы говорили о стойкости, ну, пока очень-очень коротко затронули, очень легко затронули понятие стойкости инфекционного именно иммунитета. Вот, там, вот эти вот кривые, 20 дней, там, вторичные и покороче. Меня интересует первичные. От каких факторов зависит? Ясно, что у всех инфекций он разный. От каких факторов зависит, чего ждать, когда не изучено? Вопрос очень трудный, на самом деле, потому что... Наверное, ответа на него нет, да? Я думаю, что точного ответа, конечно, нет. Но, по-видимому, это зависит от того, какова была природа антигена, вызывавшего ответ. А от индивидуума? Это всегда. Это всегда. Это всегда. Но, поскольку есть, совершенно точно, случаи инфекций, которые вызывают пожизненный иммунитет, и даже без исключения у всех, то, по-видимому, здесь скорее, это в предельных случаях, в самых крайних, когда вот инфекция, которая вызывает пожизненный иммунитет у всех. Значит, память, от которой зависит этот иммунитет, должна быть вызвана каким-то антигеном, который позволяет клеткам существовать в течение всей жизни хозяина. Клеток памяти мы знаем достаточно много, но как сделать их такими, чтобы они жили всю жизнь, и чтобы еще они эффективно работали, я боюсь, я вам не отвечу. Спасибо, спасибо.